Значит, я начну с личного. Я трижды отказывался от предложений разных СМИ, причем одно из них обиделось и свело со мной некие счеты, замолчав одно мое событие. Когда мне, как поэту профессиональному, предлагали оценить стихи Евгении Васильевой. Я все-таки воспитан в традициях российских, где не надо зарекаться ни от суммы, ни от тюрьмы. И поскольку человек, кто бы ни был, пусть это домашний арест, все-таки находился под следствием и, проще говоря, в тюрьме, в заключении, я отказывался, что называется, обстебывать профессионально ее самодеятельную поэзию. И сейчас этого не делаю, потому что есть какие-то вещи. Ну, сейчас, значит, произнесен приговор. Для многих россиян, наверное, это выглядит как насмешка, как двойная мораль, как, значит, лукавость Фемиды и так далее. И, к сожалению, у нас закон, основной закон, я готов прочитать стихи, не основной, но истинный закон государства российского. Сурово оно с потерпевшими, бдительно к пострадавшим, непримиримо к невинным. И наоборот. Вот это мой ответ один. А вообще, когда-то с помощью классиков, послав привет классикам, на которых я рос, и не только я, в советской школе, я написал такие стихи два года назад. Мне птах приснился, что изучался в советской школе. Кто не разбился, а рассмеялся, что в кайф наволен. Бюджет освоен, уволен воин, синклид доволен. Кто не посажен, тот трудоустроен. Тревожно мне, таким достойным людям, не отказали б в сделке с правосудием. И на дом, уже с приветом Горькову, из ротации горячей, в тень гневить не смея Бога. Умный пингвин, он-то прячет свою роскошь от налога.